Всех приветствую! Сегодня у меня в ремонте ЖК-телевизор. Приволокли его, с дефектом не включается. При подключении в сеть у него загорается индикатор режима ожидания. После нажатия кнопки включения индикатор начинает непрерывно мигать. На экране изображение не появляется, и на повторное нажатие кнопок реакции никакой нет. Телевизор не включается. Потребление от сети около 3 Вт, из чего могу сделать вывод, что сейчас в блоке питания работает только источник дежурного напряжения. Основное питание не запускается. Хорошо, давайте разбирать телевизор и попробуем выяснить в чем проблема. Корпус разбирается достаточно оригинально. После извлечения подставки, нижней панели и выкручивания всех крепежных винтов извлекается не задняя панель, а рамка дисплея. Далее выкручиваются винты и извлекается сам дисплей. После отключения кабеля питания инвертора и шлейфа матрицы. Дисплей откладываю куда-нибудь в сторону. Теперь у нас открылся доступ к плате блока питания. Главная плата закрыта за этим металлическим экраном. Обратил внимание, что плата питания как-то странно закреплена через деревянные реечки. Не думаю, что это заводское исполнение. Скорее всего, ноу-хау наших отечественных кулибинах. И так полагаю, сделано это было для улучшения охлаждения, чтобы конвекционные потоки воздуха беспрепятственно проходили через радиаторы. Претензий к такой модернизации у меня нет. Выходные конденсаторы блока питания уже менялись. Это видно по сорванному герметику, который крепил старые кондерчики. После беглого осмотра явных дефектов на плате я не нашел. Посмотрим, что с главной платой. Выкручиваю винты и извлекаю ее крышку. Никаких явных дефектов здесь тоже нет. Подключил питание и нажал кнопку включения. Давайте посмотрим, что по напряжениям. Это дежурное питание. Стабильно 5 вольт. Других выходных напряжений на плате БП нет. То есть основной блок питания сейчас не запущен. Очевидно, что поэтому телевизор-то и не включается. Нужно выяснить, подает ли главная плата сигнал на запуск БП. Если нет, то проблема в главной плате. Если же сигнал есть, то проблема на стороне платы блока питания. Сигнал включения находится на крайнем правом контакте колодки питания. Это промаркировано прямо на плате. Сейчас телевизор в ждущем режиме. Напряжения нет. Нажимаю кнопку включения. Напряжение появилось. 3 вольта. Сигнал на запуск главная плата подает. Значит, проблема в блоке питания. И осталось только понять, в чем конкретно с ним беда. Возможно, проблема в том, что сигнал не доходит до высоковольтной части платы. Однако, после следования за сигналом непосредственно до оптопары, разделяющей низковольтную и высоковольтную части, оказалось, что сигнал все же доходит. Почему же тогда блок питания не запускается? Непонятно. Выпаял и проверил электролитические конденсаторы малой емкости, которые были в этой части платы. С ними все оказалось в порядке. Не нашел ничего более оригинального, чем проверить мелочевку на дальнейшем пути следования сигнала включения. Проверяю резисторы. Ищу элементы, которые явно отличаются от своего номинала. Например, этот резистор на 1 кОм. Если сопротивление на нем будет сильно больше 1 кОм, то это будет говорить о том, что он неисправен. Думаю, вам это так же очевидно, как и мне. Отличие сопротивления в меньшую сторону не будет ни о чем говорить, так как резистор включен в неизвестную нам цепь. Посмотрите, наткнулся на нечто интересное. Резистор под позицией J1 имеет сопротивление 3,9 кОм. Все бы ничего, но этот резистор с нулевым сопротивлением. Перемычка, иными словами. Сопротивление должно быть около нулевым. Похоже, это именно то, что мы искали. Из-за этой неисправной перемычки сигнал не доходит до управляемого элемента, шим контроллера. И тот не запускает блок питания. Схему на этот блок питания я не видел. Но думаю, что мое объяснение должно быть близко к истине. Такие перемычки есть во многих платах. Поэтому мне не составило труда найти такой же нулевой резистор. Меняю элемент на рабочий. И давайте посмотрим, что из этого получилось. Сейчас сопротивление в норме. Подключаю кабель питания. Загорелся индикатор ждущего режима. Нажимаю кнопку включения. Свет идет по мигалу и по газ. При нажатиях на другие кнопки индикатор мигает, сигнализируя о переключении каналов и изменении уровня громкости. Хорошо. Ну и посмотрим, что теперь по напряжениям. 11,8 вольта. Это питание идет на главную плату. 24,5 вольта. Это питание инвертора под сетки. Все необходимые напряжения теперь имеются. Устанавливаю плату на место, подключаю дисплей и проверяю, выдает ли телевизор изображение и нет ли каких-то дополнительных дефектов. Изображение есть. Подключил сигнал по HDMI. И в общем-то никаких дефектов с изображением и звуком не нашел. Все четко. Собрал корпус и окончательно протестировал телевизор в течение суток, чтобы уже на 100% быть уверенным в том, что дефект больше не повторится. За все это время никаких дополнительных дефектов в работе аппарата не проявилось. Почему вышел из строя этот резистор, совершенно непонятно. Внешне он в хорошем состоянии, нет следов перегрева. То есть он вышел из строя не по причине перегрузки. Я склоняюсь к производственному браку, но точно сказать, конечно, нельзя. Так или иначе, телевизор восстановлен и на этом сегодня я заканчиваю. Всем спасибо за внимание и до новых встреч, дорогие друзья.